Сегодня в гостях у программы «Больной вопрос» детский врач-гастроэнтеролог Мурманской областной больницы Александра Сотникова. Мы поговорим о формировании верных привычек в питании. Александра Геннадьевна, а правда ли, что правильное питание – это тоже воспитание? Мы примеры для своих детей, как мы себя ведем, в том числе и за столом. Так будут себя вести и они. И именно об этом мы и поговорим в нашей программе. С вами Нина Морозова. Вы смотрите «Больной вопрос» на ТВ21+. Сегодня поговорим о воспитании верных пищевых привычек у детей и состоянии желудочно-кишечного тракта. Этот вопрос волнует едва ли не каждого родителя, ведь зачастую наши дети выбирают либо совсем нездоровую пищу, либо и вовсе мало едят. К чему приводят такие нарушения в питании, мы спросили у врачей. Александра Сотникова помогает наладить работу пищеварительной системы у самых юных пациентов. На прием к ней обращаются и с малышами, и с детьми школьного возраста, и с подростками. Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта все чаще встречаются даже у дошкольников. Причины разные, но часто все дело именно в питании. Детки первого года жизни часто приходят разбираться с вопросами питания, с вопросами введения прикорма, с вопросами рационального вскармливания. И, соответственно, это детки чаще всего со срыгиванием, с запорами, с нарушениями массы тела, как в сторону плюс, так в сторону минус. Детки постарше, дошкольники, это чаще всего боли в животе, чаще всего функциональные боли на фоне роста, на фоне неправильного питания. Питание – один из самых сложных процессов у человека, кроме желудка и кишечника, в нем задействованы практически все органы. Активно работает и сенсорная система, потому вопрос, как и чем накормить ребенка, так часто становится проблемным для родителей. Запах и текстура овощей, рыбы, молочных продуктов многих детей раздражают. Предпочтения склоняются в пользу не самых здоровых блюд и сладостей. От этого может страдать флора кишечника. Для того, чтобы микробиом, общность бактерий работала и помогала нам, нашему иммунитету, нашему пищеварению, они должны правильно питаться. И вот как раз для них клетчатка – это то, что нужно. Если рацион беден клетчаткой, беден овощами, фруктами, цельнозерновыми крупами, злаками, то, конечно, пострадают в первую очередь наши жители, полезные наши помощники, и, соответственно, пострадает весь организм. Часто вследствие избирательности формируется лишний вес, когда в рационе обелее мучного и сладкого. В случае, если ребенок отказывается от пищи, есть риск развития анемии, дефицитных состояний. Нередко расстройство пищевого поведения врачи наблюдают у подростков. В период активного роста это может серьезно сказаться на организме. При этом родительские запреты и требования уже не работают. Структура заболеваний подростков приближается к структуре взрослого. Здесь и воспалительные заболевания верхних отделов, герб, и гастрит, и гастродоаденит, и язвенная болезнь, которые молодеют с каждым годом. И в последнее время, во многом, наверное, все-таки после пандемии, всплеск воспалительных заболеваний кишечника, как бы это ни было грустно, у детей их стало очень много. Пищевые привычки не формируются мгновенно. Это долгий процесс, в котором взаимосвязано очень много факторов – физиологических и психологических. Если есть тревожные симптомы и не удается наладить взаимоотношения ребенка с едой, стоит обратиться к гастрентерологу. А направить на прием может участковый педиатр. Он же назначит обследование, необходимое перед консультацией. Обычно это общий анализ крови, программа биохимический анализ крови, УЗИ, по показаниям, в зависимости от возраста и жалоб, это может быть ФГД. Самое главное – заметить нарушения в питании ребенка как можно раньше и не оставлять проблему без внимания. Такой подход поможет сохранить здоровье. Конечно, не всегда причина проблем с пищеварительной системой – это нарушение питания. Причины могут быть и наследственные, и даже психологические. Но, тем не менее, желудочно-кишечный тракт ребенка чувствителен и несовершенен, и от питания на самом деле зависит очень много. Что же нужно знать нам, взрослым, нам сегодня расскажет гость нашей студии Александра Сотникова, детский гастрентеролог Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина. Здравствуйте, Александра Геннадьевна. Мы привыкли слышать, что мы то, что мы едим, такое расхожее выражение. На самом деле, как питание влияет на развитие ребенка? Действительно ли это настолько важно? Действительно, потому что от того, что мы едим, как мы накормим свою нервную систему, будет зависеть и развитие ребенка. Если ребенок не получает разнообразного питания, не получает все микроэлементы, строительный материал в виде белков, не получает клетчатку, которая нужна для работы кишечника, в развитиях будет замедленное, соответственно, и на то, на что у нас родители любят налегать, что ребенок должен развиваться, петь, плясать, танцевать, тоже это будет получаться хуже. Поэтому все взаимосвязано. Это значит ли, что малыш будет хуже учиться, хуже у него будут успехи, он будет слабее физически? Конечно. Именно так, да? Вот мы говорим о том, что фастфуду избежать очень тяжело, но дети просят, просят его им вкусно. И почему так вот формируются предпочтения? И главное, а почему это плохо-то? По поводу предпочтений, на самом деле, это такая очень сложная система. Мы, люди, относимся не к хищникам и не к травоядным. А проводились очень интересные исследования на тему как раз вкусов. И выяснили, что травоядное животное, им сложнее добыть какую-то пищу, какую-то энергию. И у них больше развиты рецепторы сладкого вкуса. Потому что сладкое – это глюкоза, это то, что нам быстро поднимет уровень энергии в организме, будут силы спастись от тех же хищников. А хищники, они наоборот, за счет того, что поймал кот мышку, мышка уже сытно, вкусно, охотится достаточно просто для него. И у них нет потребности искать вот это вот сладкое. И у них, хищников в процессе эволюции, рецепторы сладкого потеряли свою чувствительность. То есть той же кошке кусок сахара будет неинтересен по большей части, но за редким исключением. А мы люди, как вначале уже сказала, мы смешаны. Мы травоядные и хищники. И в силу того, что сладкий вкус, он все равно преобладает. Дети, самый сильный вкус, который они чувствуют, начинают различать, когда им попадает в пищу, это сладкий. И дальше они будут тянуться за ним. То есть у них не преобладает вот этот вот рефлекс хищника. А в большинстве фастфудов, к сожалению, сахара достаточно много, начиная от газировок, мороженых. И даже в тех же бургерах достаточно большое количество углеводов, которые притягивают. То есть можно объяснить это, в общем-то, с научной точки зрения. Ну, если не считать, уже туда добавлены усилители вкуса, которые усиливают это ощущение и усиливают интерес. Поэтому что детям, что взрослым избежать становится сложно. Оторваться от всего этого, да? Но нужно помнить, что это не очень полезно. Еще вот такой вопрос. Стрессы, на самом деле, мы сами замечаем, да, что стрессы действительно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта. Почему так происходит? И как это отражается на состоянии детей, на их развитии? И можно ли вообще что-то с этим сделать? Сделать со стрессами, бороться сложно, но можно, на самом деле. Нервная система у нас устроена таким образом, что желудочно-кишечный тракт – это отдельный, можно сказать, отдел нервной системы. Связь кишка-мозг очень сильная. И от того, как у нас в данный момент, в каком состоянии нервная система, очень быстро реагирует желудочно-кишечный тракт. Мы расстроены, очень часто проявляется какими-то болевыми ощущениями, какой-то неприятной тошнотой. Дети, ну и взрослые тоже пытаются от ощущения заесть. Отчего у нас на фоне каких-то стрессовых ситуаций очень часто повышается вес. За счет того, что мы себе эти лишние калории съели, чтобы поднять настроение, поднять уровень эндорфинов. Это первый момент. Второй момент. Во время стресса мы не контролируем, что мы едим. Полезное, оно не полезное, нужно, оно нам не нужно. Вот если с точки зрения питания. И плюс, очень часто у нас желудочно-кишечный тракт реагирует на какие-то проблемы в семье. Очень много деток, которые приходят и потом, повторно сталкиваешься, когда с пациентами больше доверительные отношения, выясняется, что были какие-то стрессовые ситуации. Когда ситуация разрешилась, жалоб больше на ЖКТ нет. Нет ни поноса, нет ни боли в животе. У него все хорошо, проблема ушла. То есть зачастую, наверное, в детстве, вот чем мы отличаемся от взрослых, наверное, в половине проблем, когда у ребенка появились какие-то жалобы, надо оглянуться и задуматься, а все ли у нас в порядке вокруг. Потому что вполне возможно, что проблема так, она вот на поверхности. И не обязательно найти гастроэнтрологу, а возможно, проблема тут больше с психотерапевтом, с психологом. То есть нужно искать корень этой проблемы, там разбираться. Еще вот такой вопрос. Часто родители маленьких совсем детей говорят, что не получается ввести в прикорм, в питание какой-то продукт. Ну не ест ни в какую, и не нравится ему, и невозможно, и не будет. Вот как здесь быть, как правильнее подойти к этому? Ну, опять же, у нас есть рекомендации Союза пятиатров по введению прикормов. Они придуманы не зря, определенная последовательность. То есть, если вот кто помнит, там, советские, которые были рекомендации, начинали с соков, там, с маленького возраста, а потом уже каши и все остальное. Сейчас пришли к тому, и не только наши российские рекомендации, но и международные. Начинают овощи, каши в зависимости от того, какие проблемы, если есть у ребенка. И в соки фрукты вводятся позже, в те же фруктовые пюре они вводятся после мяса, когда вот уже основные вот эти вот полезные вкусы ребенок освоил. И для того, чтобы ребенок привык к этому новому вкусу, чаще всего за один-два раза не получается ввести. То есть, здесь настойчивость родителей попробовать, где кому-то там 5-6-7 раз, надо попробовать кому-то до 15 раз. Ну, это не значит, что ребенка насильно кормим каждый день. Нет, это повторяется через какое-то время. Допустим, попробовали дать сегодня условно брокколи, не получилось, выплюнул. Хорошо, через 2-3 дня попробовали снова, выплюнул. Хорошо, не ругаем, не пытаемся насильно накормить. Еще через 3-4 дня еще раз попробовали. Кому-то этот вкус все-таки распробуют, примет на третий день, кто-то на десятый. Все мы разные. К тому-то, может быть, и не зайдет вообще. Ну, это уже надо попробовать. Да, но надо попробовать. И настойчивость здесь очень важна. Так бы, пустить руки с первого раза – плохой вариант. И получается, если вот все-таки у нас пищевые привычки в итоге оказываются каким-то образом нарушены, неправильно сформированы, какие заболевания могут возникать у детей? Это грозит чем-то, вот патологиями, развитием? Ну, естественно, если мы получаем мало клетчатки, то проблемы с кишечником, ну, рано или поздно они настигнут. У кого-то это могут быть просто запоры. У взрослых это, если процесс вот такого бедного клетчатка рациона достаточно долго в нашей жизни присутствует, то это может быть и онкология желудочно-кишечного тракта. Об этом надо помнить. Фраза про 400 грамм овощей и фруктов в день, она взята не с потолка. Как будто рекомендация ВОЗ – это действительно так, это действительно нужно. Мы в своем рафинированном мире быстрого питания забываем об этом, но на самом деле это очень важно. Для детей, конечно, нормы меньше, они маленькие, у них потребность меньше, но, тем не менее, каждый день гарниры овощные, фрукты должны в рационе присутствовать. Прошу, чтобы это было регулярно. Вопрос, который волнует многих родителей – это малоежки. Как понять, что ребенок – малоежка? Может быть, ему достаточно и не надо ему больше? Либо все-таки действительно надо как-то обратить на это внимание? Что делать в этом случае? В работе сталкиваюсь с тем, что понятие малоежек, действительно, у всех разное. То есть вообще делятся детки на три типа. Есть детки с избирательным аппетитом, это самая большая часть детей, часть из них не ест мясо, часть не ест овощи, часть не ест еще что-то. Но ест большинство других продуктов, к примеру. Это дети, с которыми проще всего на самом деле можно как-то заменить, допустим, не ест он мясо, но ест, к примеру, рыбу, яйцо, молоко, строительный материал, белок он уже получит. Пусть немножко, конечно, менее разнообразно, но тем не менее он будет. Есть дети, которые в силу заболеваний нервной системы едят очень ограниченный набор продуктов. Детки с аутистой, у них они могут есть только определенный один вид еды и все. И больше никак ты не на что говоришь, с ними сложнее. Но для деток с избирательным вкусовыми пристрастиями здесь их можно попытаться переучить. И плюс у них еще есть, об этом родители забывают, период где-то с двух до шести лет противоставления себя окружающим, показать, что я тоже личность, я человек, у меня свое мнение. И они начинают немножко манипулировать, показывать свой характер. То есть вот этот период надо пережить. Но если ребенок отказывается от еды совсем, если он плохо растет, набирает вес, если есть какие-то симптомы тревоги, нарушение стула, рвота на прием пищи, видно, что ребенок боится. Это даже отдельно выделяют в отдельный вид малоежек, так сказать, нарушение аппетита, страх перед едой, когда была какая-то стрессовая ситуация во время еды. То есть это вот детки, на которых особенное внимание выделяем. Есть детки со сниженным аппетитом, которые он ест все, но он ест мало. То есть маме или бабушке хотелось бы, чтобы он съел первый, второй, третий компот, он съел вот ладошку и все, он наелся. Но при этом он бодро, активен, весел. Он успевает на занятиях, он успевает побегать, попрыгать, батарейка работает. Ему этого хватает. То есть здесь не надо наставить, потребности у нас у всех разные. Не все мы по одной книжке, каждому потребность своя. То есть мы обращаем внимание на симптомы тревоги. Спасибо вам огромное, Александра Геннадьевна, что пришли к нам сегодня. Я думаю, ваши советы помогут очень многим нашим телезрителям. Спасибо, до свидания. Вы смотрели «Больной вопрос» на ТВ-21+, программу, в которой мы спрашиваем у врачей, как позаботиться о своем здоровье вовремя. Ищем ответы на самые наболевшие вопросы. А если вам есть чем поделиться, звоните нам по телефону редакции 400-870. Оставляйте сообщения в группах ТВ-21 в социальных сетях. И мы вместе постараемся найти информацию. С вами была Янина Морозова. Будьте всегда здоровы и до новой встречи через неделю.